МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В эфире программа «О чем говорят». Экономия бюджетных средств – головная боль всех регионов, особенно в этот непростой для страны период. Как добиться того, чтобы каждый бюджетный рубль приносил больше отдачи? Так случилось, что именно Самарская область в лидерах в этом вопросе. Это не голословное утверждение. Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров недавно заявил, что, я процитирую, Самарская область является одним из лидеров по качеству управления общественными финансами. У нас есть чему поучиться, поэтому и Всероссийский форум контрольных органов проходил именно в Самаре. Итак, как контролируются расходы бюджета? Мои собеседники сегодня – Ольга Александровна Михеева, руководитель службы госфинконтроля Самарской области, Горина Ивановна Гусарова, член общественной палаты Самарской области и Лидия Петровна Гавердовская, директора Института государственной муниципальной службы. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Вот знаете, когда начинают говорить об экономике, я сразу-сразу вспоминаю старый советский лозунг – экономика должна быть экономной. У нас как-то его забыли в последние годы, но мне кажется, его пора возвращать. Хотя, может, я не прав, не знаю. Возвращать надо. И нужно к этому приучаться. Приучаться. Ну, действительно, тогда над ним смеялись, а сейчас задумываемся, что, может, смеяться-то и не стоило. Вот давайте. У нас, в принципе, все внимание было приковано к Самаре. Вот проходил вот этот форум контрольных органов. Мы с вами встречались, говорили на эту тему. Сейчас можно подвести некоторые итоги. Понятно одно, что мы тогда поделились опытом, который у нас есть, а у других регионов тоже есть, но не такой позитивный, может быть. Ну, сразу хочу оговориться, что мы встречали 34 субъекта. Причем это, надо отметить, крупные субъекты, то есть в которых в основном бюджет превышает 100 миллиардов рублей, в которых в большинстве своем созданы самостоятельные службы государственного финансового контроля, как у нас. Потому что именно им, в первую очередь, интересен наш опыт. Но нам было отрадно, что к нам приехали и заместители министров финансов и министров финансов регионов, у которых в составе еще до сих пор находится контрольно-ревизионная деятельность. И тем не менее, вот как бы все мы собрались, ну, вы правильно озвучили, у нас присутствовал наш, в общем-то, главный гость, это заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Михайлович Лавров, был руководитель рабочей группы по совершенствованию финансового контроля Минфины России Бычков Станислав Сергеевич, который, вот, будучи коллегами с Алексеем Михайловичем, они являются основными методологами формирования бюджетного законодательства, подходов к финансовому контролю в том числе. И они презентовали новый проект бюджетного кодекса, который мы, собственно, ожидаем в следующем году. Очень много интересных новаций. И самое главное, отрадное, что, в общем-то, было в их выступлениях и в нашей работе, потому что основному пленарному дню форума предшествовали два дня рабочих групп и рабочих секций. То есть мы занимались как раз подготовкой предложений в этот проект бюджетного кодекса и подготовкой предложений по совершенствованию финансового контроля и внутреннего ведомственного контроля, который на сегодняшний день есть в большинстве министерств и ведомств. Так вот, самое интересное здесь было, что мы поняли, что мы были услышаны. Основные наши предложения находят на сегодняшний день реализацию в проекте бюджетного кодекса. И основные постулаты, о которых говорил Алексей Михайлович, я не буду здесь говорить о том, что нам было приятно, что он нас похвалил, что действительно было очень интересно услышать наш опыт. Могу сказать, что потом в неформальной обстановке Алексей Михайлович сказал, что он удивлен, насколько уникальны и интересны подходы предварительного контроля, что на сегодня это самое актуальное, потому что это превентивная мера. И у нас есть реальный результат. Мы говорим о результатах работы предконтроля 10 миллиардов рублей, сэкономленных для бюджета, возвращенных туда, высвободившихся, как угодно это можно называть, которые можно направить на социально значимые проекты. Кроме того, его заинтересовала наша подача, наш подход внутри, как это делается с точки зрения методических подходов, потому что он четко обозначил на сегодня основные методологи, об этом говорил в том числе и главный, вернее, директор издательского дома бюджет, это дом, который выпускает основные журналы для финансистов и финансовых контролеров при Минфине России, о том, что два методолога основных сегодня сформировалось по контрольной деятельности, в том числе по предконтролю, это Москва и Самарская область. Мы отличаемся, если там, например, расчетные рейтинговые подходы, то у нас реальная работа с документами и реальное высвобождение денежных средств. То есть мы здесь немножко, как бы, вот, у нас разные подходы. Остается подтянуть до уровня Самары остальные регионы. Ну, в принципе, Алексей Михайлович сказал, что мы бы хотели, чтобы этот опыт был устранен в других субъектах Российской Федерации, и, в принципе, мы даже говорили о том, что он говорит, неплохо было бы, как выразился Алексей Михайлович, разбудить и наше Министерство финансов, показать им вот вашу презентацию, ваш доклад и рассказать, что же в регионах такого прогрессивного, интересно, ведь реально происходит. Десять миллиардов, вы сказали, я вас перебью, да? У нас получилось, по-превентивному только, да? Да, по-превентивному, мы говорим именно по-превентивному. Если каждый регион по 10 миллиардов, да, и умножить, это какие деньги в федеральный бюджет? Да, ну вот я еще хотела говорить, что основным интересным постулатом, кроме вот всего, что, да, такого позитивного было сказано о нашем опыте, это то, что сейчас основное внимание должно быть уделено работе контроля со стороны госфинконтролей, да, таких, как наши структуры, качеству работы внутреннего ведомственного контроля, что они должны не находиться в подчиненности у своего руководства, да, и, как говорят представители Минфина в своих докладах, ну, как сказать, заниматься профанацией какой-то деятельности, иногда, порой такое бывает, действительно, а реально помогать нам отслеживать и даже тоже заниматься превентивной работой относительно деятельности подведомственной сети, но и стараться у себя наводить порядок по результатам наших контрольных мероприятий. То есть, по сути, мы, выходя на проверку их, должны понимать, что результатом нашей проверки должны быть рекомендации, отработка тех неправильных подходов, которые у них есть, помощь методологическая, и они должны постепенно стать нам подспорьем в работе. А пока, наверное, и палки в колеса проще. Ну, к сожалению, в некоторых ведомствах, понимаете, ведомственные КРУ приходят и начинают на наших коллегиях вставать на защиту бюджетных учреждений, то есть, они выступают как адвокаты, хотя в итоге у нас потом протокол, где согласны все с этими нарушениями. Неправильный подход. По идее, ведомственная КРУ должно взять в работу те нарушения, отработать и сказать, госфинконтроль, все выполнено, у нас на контроле, все нарушения предотвращены, разработан план мероприятий, лица привлечены к дисциплинарной ответственности, то есть, мы отработали со своим руководством все эти результаты и предварительного контроля. Потому что делаем-то одно дело, задача-то одно стоит. Конечно, делаем одно дело. И последующего контроля. То есть, вот этот пласт они должны взять в работу. И второй момент, о котором говорил Алексей Михайлович, это то, что сегодня, ну, кроме того, что превентивная мера – это основная сегодня работа, потому что, как мы понимаем, говорить о количестве уголовных дел – это вообще не вопрос, который должен, прежде всего, интересовать органы государственного финансового контроля. Это вопрос следственных органов, правоохранительных органов. Наша задача сегодня – постараться соптимизировать расходы бюджета. Вот. Помочь нашему министерству управления финансами в сложных кризисных условиях обеспечить все те наказы избирателей, которые были даны, в том числе, в ходе избирательной кампании губернатора. Учитывая, что все бюджеты стресс испытывают, если посмотреть на то, что происходит в стране. Хорошо. Насколько я понимаю, особую роль в этом играет еще и общественный контроль. У нас Галина Ивановна здесь сидит. Галина Ивановна, насколько я понимаю, вы тоже присутствовали на вот этом форуме. Я, да, присутствовала на этом форуме, получила огромное удовольствие. Я много лет работала во властных структурах, в исполнительной власти. И то, что я услышала, и услышала, если Ольга Александровна, она общалась все-таки с высоким начальством, с высоким представительством, то мне было очень интересно пообщаться с представителями 34 регионов. И вы знаете, такое высказывали мнение, что они впервые услышали о той форме, которую придумали здесь в Самарской области, условно, светофор. Это так понятно. Есть зеленый свет – это обоснованные расходы, желтый свет – это расходы, но с рисками их нужно поменять, и красный свет – это необоснованные, там нужна дополнительная документация. Это понятно вообще не только финансистам, это понятно вообще общественности. Конечно. И они еще были удивлены тому, что Госфинконтроль Самарской области в тесной связи работает с Общественной палатой. Идет какая-то проверка. Поскольку члены Общественной палаты, несколько человек, мы являемся членами экспертно-консультативного совета Госфинконтроля, поэтому мы знаем, какие мероприятия в каких регионах проводятся. И Ольга Александровна, это ее была идея, она придумала такой вариант, не то, что придумала, а вот мы как-то вместе поговорили, такой вариант. Они проверили, нашли недостатки в муниципалитете по расходованию бюджетных средств, все это записали, и глава муниципалитета должен все это исправить. Мы выезжаем через какое-то время и смотрим, как же это исправлено, какова эффективность тех средств, которые потрачены. Мы не лезем в статьи, нет, но мы смотрим, как построен дом для ветеранов, или как построены дома для переселения, какое их качество. Более того, приглашается обязательно средство массовой информации муниципалитета, и все это озвучивается, то есть это не получается кулуарно. Проверил Госфинконтроль, оставил план мероприятий, как они исправлены, и общественность ничего не знает. Знает сегодня, потому что все это вместе рассматривается с общественными советами. И дает совершенно иной результат. Конечно. И еще очень важно, вот сегодня Ольга Александровна об этом говорит, о превентивных мерах. Они везде хороши. Берем правоохранительный блок, социальный блок, везде превентивные меры, это самое то, что вообще необходимо. Лучше предвосхитить. Конечно. Вот посмотрите, что получается. Условно, они видят, прошли торги, стоимость лекарственных препаратов очень завышена. Стоимость там, допустим, какие-то образовательные учреждения, вот возьмем огурцы даже, да? С цветочками огурцы стоит одна цена, а вот без цветочков стоит другая цена. Как это вообще может быть? Вопрос. Мы тоже сами, они проверили, посмотрели. Мы потом выходим и с предложением уже к Ольге Александровне, госфинконтроль, давайте-ка мы проведем, уж коль превентивными мерами вы занимаетесь, давайте мы проведем совместное заседание, допустим, совещание с структурами социальной сферы. Пригласим на это совещание тех людей, тех заместителей, которые отвечают вот за данный вопрос. И с ними вместе, с госфинконтролем, с управлением по торгам, с общественной палатой, с представителем министерства социального блока, давайте эти вопросы проговорим, чтобы не допускать в последующем подобного. А вот вопрос, извините, а потом к этому больше не возвращаетесь? Или у нас получается так, что сегодня поговорили, приняли меры, завтра про то же самое поговорили? Как у нас дороги иногда ремонтируют? Одну и ту же дырку каждый год. Вы понимаете, как получается? Вот если средства, которые они проверили, есть там недостаток, потом выходит общественный контроль и с общественным советом в муниципалитете, вот как бы этот вопрос уже завершен. А вопрос питания в больницах, питания школьников и так дальше, ну не только питание, там и мягкие инвентарии, все, что проходит по торгам, это, конечно, требует неоднократного контроля и выхода в учреждение. Но я еще раз говорю, что самый главный превентивный мир, это вообще-то вот собирать совещание подобное, о котором я говорила, как бы не функции госфинконтроля. Но поскольку мы уже вместе, мы вместе работаем, я благодарна, что руководство госфинконтроля нашли такие вот взаимодействия с общественной палатой. Причем со всеми почти комитетами, не только вот с комиссией общественного контроля, которую я возглавляю. – Галина Ивановна, я вас перебью, у нас просто вот Лидия Петровна сидит, хотелось бы, чтобы она… Насколько я понимаю, задача вашего института – это обеспечение кадрами. Потому что это проблема и проблема для всех регионов, правильно, Александр? – Абсолютно. – Да, конечно, кадры – это ключевое слово здесь. Вот без той команды профессиональных кадров… – Ничего бы не получилось. – Ничего бы не получилось. Уже то, что Ольга Александровна вокруг себя создала, создала именно такую команду профессионалов, которые за короткий срок, конечно, действия самой, так сказать, службы смогли прийти к таким результатам. Потому что результат – это самое главное слово для государственного муниципального служащего. Последние годы много было проведено программ, посвященных результативности. Вот эта служба как бы образчик результативности. – Насколько я понимаю, вы нашли выход из ситуации. – Но, значит, надо смотреть в будущее. Вот как человек сферы высшего образования, я говорю о том, что в существующих стандартах в ГОС нет программ, нет направления и в старых, и в специалитете, и сегодня в бакалоприятии, которые были бы этой тематике посвящены. ГОСФИН-контроль никто не готовит. И это тоже была инициатива Ольги Александровны в создать такие программы. Вот такую программу переподготовки мы создали в Международном институте рынка. Уже будут первые выпускники и первые дипломы в декабре этого года. Мы посмотрели, конечно, менее специалисты, чем служба ГОСФИН-контроля, какие темы можно дать в более редуцированном варианте, а какие специальные темы расширить. Служба активно сама участвовала в проведении некоторых круглых также столов, колоквимов, и это бесценно. – Зато ребят можно сразу в поле, наверное, отправлять. Ну, там, под присмотром первое время. – Почему? Потому что переподготовка, вот я немножко, извините, Лидия Петровна перебью, она чем полезна? Люди уже находятся, погружены в нашу сферу, но они не знают специфику нашей работы. И даже если они не придут к нам, они будут все равно работая, смотреть глазами на проблему контролирующего органа. Это позволит избежать многих проблем. По сути, вот то, как поддержка, которую нам оказала Международный институт рынка, это тоже форма, превентивная форма по повышению эффективности расходов небюджетных средств. – В принципе, да. – Да, абсолютно верно. И мы, вот благодаря тому, что мы были услышаны, мы отработали действительно в рамках в ГОС, это очень сложно, могу сказать, мы учились там эту почасовку делать, для нас было открытие, вот, как бы сказать, в профессиональной вот этой вот среде преподавательской. Вот, и мы все-таки сверстали, вошли туда со своими спецпредметами, с мастер-классами, и мы реально делаем мастер-класс, то есть берем документ и его отрабатываем так, как если бы мы его отрабатывали, чтобы людям было понятно, как вот те теоретические знания, которые мы читали, как же их еще приложить. – И чтобы на практике уже смогли. – Конечно. – Я помню, мне подскажет, время уже все, пошло к концу, главное… – Можно я скажу? – Да. – Я очень сожалею, что в мое время, когда я была министром, не было госфинконтроля. – Зато… – Знаете, это дает возможность руководителю управлять подведомственными учреждениями в плане финансов. Это все ведь открыто. – Мы к этому пришли, радует только одно, что Самарская область оказалась во всеоружии, да, и Москва, Самара, а дальше все остальные. Конечно, это плохо, что сегодня все бюджеты испытывают стресс, но самое главное оказаться действительно подготовленным… – К решению проблем. – К решению проблем. – Абсолютно верно. – Спасибо вам большое. – Спасибо. – Я единственное хотел бы напомнить, что существует еще и радиоверсия программы, так что всегда можно еще и послушать, о чем говорят, в эфире Самарского губернатского радио 21.00. А вам большое спасибо. До свидания. – Спасибо. – Абсолютно верно. – Спасибо.